В нашем современном мире грань между мужскими и женскими профессиями постепенно стирается, и, как показывает практика, представительницы прекрасного пола ни в чем не уступают мужчинам. В сегодняшнем сюжете речь пойдет о представительнице прекрасного пола, которые отважились сломать стереотипы и добиваются успеха в далеко не женских профессиях. Также мы попытаемся выяснить, почему их выбор полнопривычный для мужчин занятия, и зачем они активно осваивают те виды работ, которые раньше были сугубо мужскими, как, например, военная служба. Лилиана Голбан является младшим инспектором батальона конвоирования заключенных. Со своей работой она справляется на все 100%. Все это в силу своего характера, целеустремленного и упорного. Ведь к своей мечте Лилиана шла с детства. С детства мечтала быть военным. Именно поэтому окончила учебу в Академии Штефана Щалмари, прошла военную кафедру. Сейчас прохожу службу и занимаюсь транспортировкой заключенных в судебные инстанции и следственные изоляторы. На работе в основном коллектив мужской, поэтому есть свои привилегии. Но руководство не дает поблажек, и я выполняю всю работу наравне со всеми. И очень рада, что моя мечта воплотилась в жизнь. Представить женщину в роли инспектора батальона конвоирования очень сложно. Тем более, что служба несет в себе свои опасности. Но они не пугают Лилиану. Ведь, несмотря на свою женственность, она обладает стальным характером, которому могут многие позавидовать. Ведь работа в батальоне не только опасная, но и физически тяжелая. Девушки всегда стремились сесть за руль автомобиля. А с появлением профессионального автоспорта, представительницы прекрасной половины человечества сумели всерьез заявить о себе. Тому доказательство Наталья Давыдова, которая входит в общественную организацию RaceMD и является участницей соревнований по скоростному маневрированию. Любовь к автомобилям началась еще с детства. Сначала тяга была все-таки к мотоспорту, посещала различные мотомероприятия, байкерские слеты. А потом как-то загорелась и решила участвовать действительно в автосоревнованиях. После этого я начала расти, меня начали учить ребята, я начала сама чему-то учиться. Я приезжала на какие-либо площадки, я выполняла какие-то элементы экстремального вождения. И, соответственно, после этого всего я уже третий год в соревнованиях. Коня на скаку остановит и в горящую избу войдет. Как точно эта поговорка описывает жизнь Натальи? Причем жизнь не только дома, но и на работе, а занятие которой не каждому мужчине по плечу. Наталья отлично чувствует габариты своего автомобиля и умеет маневрировать задним ходом, точно дозировать тягу на ведущих колесах и выбирает самую лучшую траекторию движения. И отлично владеет приемами стабилизации и скоростных разворотов. Я не отношусь к тем девочкам, которые говорят, ой, красненькая машинка, ой, смотрите, колесики какие красивые. Ну, немножко разбираюсь, конечно. Я не так хорошо разбираюсь, как мой механик, но, во всяком случае, устранить какую-нибудь поломку и поменять колесо, я могу даже остановиться на дороге. Если я вижу, что молодой человек мучается с заменой колеса, я остановлюсь обязательно и спрошу его, может быть, ему чем-то помочь. Казалось бы, как только представительницы прекрасного пола не экспериментируют, как только не меняются, в какие только профессиональные области их не заносят, в жизни, как и в гонках, дорога каждая секунда. Именно поэтому наша следующая героиня выбрала совсем не женское занятие и получает огромное удовольствие и адреналин от любимого занятия. Я на вид спорта называется Jeep Trials Cross. Это новый спорт у нас в Молдове и набирает обороты. С каждым годом, могу сказать, все больше и больше автолюбителей прокатиться с ветерком с адреналином на четырех колесах. В клубе, по-моему, я единственная женщина. Можно еще долго перечислять и рассказывать о сильных профессиях для слабого пола. Но можно сказать с уверенностью, что сегодня представительницы прекрасного пола выбирают себе род деятельности, исходя из своих желаний, амбиций и возможностей, не обращая внимания на стереотипы и предрассудки.